Один из крупнейших форумов Единой России в Сибири. Несколько сотен членов партии, депутаты Госдумы, КЗС, Городской думы и представители общественных организаций. Открывает форум сторонников Единой России Андрей Турчак. Весной партийцы уже встречались на подобном форуме. Тогда глава Барнаула Вячеслав Франк поставил перед партийцами несколько задач. Сегодня уже можно сказать, что во многом эти задачи удалось решить. По итогам форума была открыта сеть районных общественных приемных в Барнауле по числу районов, 5 центров, которые стали центрами притяжения горожан. Люди обращаются туда со своими проблемами, обмениваются мнениями по актуальным городским вопросам. Сегодня в крае открыто 69 отделений партии. Жизнь не состоит из каких-то таких важных принципиальных решений, которые сделал одно и дальше все будет двигаться так, как надо. Нет. Много маленьких шагов, много усилий. Каждый на своем рабочем месте, каждый большой и небольшой коллектив вкладывает свою лепту в то, чтобы мы в конечном итоге получали необходимые результаты. На форуме Андрей Турчак отметил, что Барнаул с каждым годом преображается благодаря партийным проектам. Глава города поблагодарил руководство Федерального центра и региона за большое внимание к Барнаулу. Давайте мы сегодня поблагодарим Андрея Анатольевича за то, что он сегодня, день нашего города с нами. Его команда неоднократно к нам приезжала, делилась своим опытом. И сегодня с нами депутат и Государственный дом, и Краевого законодательного собрания. Сегодня с нами губернатор Виктор Петрович Томенко. Виктор Петрович, вам огромное спасибо за особое внимание к нашему городу. По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Романенко, команда партийцев в Барнауле – самая активная во всем Алтае. Вы действительно сегодня, решая большие дела, проводя большую работу по развитию города Барнаула, а он как административный центр влияет и в целом на развитие нашего региона. Впереди у большой команды единороссов единый день голосования – 11 сентября. Своих кандидатов на муниципальные выборы также выдвинули партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия за правду», «Новые люди», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и «Партия пенсионеров». Ирина Корчагина, Александр Андропов. День с толком.